Завершающий матч первого игрового дня в стадии РО-10, это будет матч-ап ЗВЗ. На карте Blackburn начинается стартовое противостояние. Дон Рейгу и Су, два ветерана. Два ветерана немножечко разного калибра, всё-таки Дон Рейгу начинал ещё в так называемый ESF. Тогда, когда профессиональные команды Кеспа всё ещё играли в первый StarCraft, Дон Рейгу уже играл во второй, Дон Рейгу уже там сначала обращал на себя внимание на командной лиге GSTL. Он не светился сразу в индивидуальных соревнованиях в первых сезонах GSTL в 2010 году. Дон Рейгу тогда в основном тащил именно на командной лиге, как и Bomber, например. Там он обратил на себя внимание. Ну и после уже стал чемпионом GSTL и сыграл в финале того самого чемпионата мира против ММА. Когда, наверное, впервые я, по крайней мере, и многие другие старые фанаты StarCraft поняли, что, ну, наверное, в профессиональном втором StarCraft что-то есть. Вот, наверное, начинается тот уровень, когда смотреть действительно. То есть до какого-то момента мы смотрели, ну, потому что мы сами играем, и потому что вроде как положено, вроде как это такая прайм-дисциплина. Вот с того матча мы поняли, что да, вот, наконец-то действительно пошли крутые игры. Вот это был Дон Рейгу. Ну, вот и столько лет прошло, он всё ещё здесь. Ну, а его соперник Су, конечно, пришёл уже в 2012-м, раскрылся попозже. И спустя, там, только 3-4 года начались его финалы многочисленные, за которые он теперь широко известен. Ну, а играет он в старталон сете вот такой опенинг. Он выбирает 12-ый пул, а его соперник выбирает хэтчера на золоте. И это специфическое сочетание билдордеров. Так-то Дон Рейгу вроде в любом случае в такой ситуации хочет переводить дронов сюда. Ну, он же будет здесь добывать. То есть они всё равно сюда поедут, понимаете? Ну, как бы, с другой стороны, ехать им сюда дольше, соответственно, есть опасность потерять хату. Но как-то у Дон Рейгу всё очень чётко, на самом деле, получилось. У меня нет ощущения, что Су получил какое-то преимущество. Причём он играет без газа, тогда как у Дон Рейгу доделывается мувлингом. И у меня вообще есть опасения, что Дон Рейгу сейчас просто лингами может задавить. Потому что Су никаких плёток не ставит. Королев... А, королев достраивает. Окей. Здесь вопросов нет. Но у него будет, получается, 4 квины. Но у него не будет скорости лингом. А мы, по-моему, такой билд за ВЗ видели уже от Роуга. Если я ничего не путаю. И, правда, может быть на Golden Wall не на Blackburn, но в этом смысле... А хотя... Нет, наверное, на Blackburn на Golden Wall же золото по пути стоит. Это всё-таки немножко другая ситуация. Ну и тут достаточно сложно отбиться просто от Пуша. С двух хат. С двумя королевами с масс-инъекциями. Почему? Потому что из-за того, что золотая база, много минералов добывается. Очень хороший инком, даже на небольшом количестве рабочих. Ну, правда, судя по всему, Дон Рыгу всё-таки против трёх королев склонен отказаться от продолжения давления. Тут, в общем же, даже 4 королевы. Ни одну не потерял Су. Всё, от Микрил, от Трансфьюзил. Ну, получается, игра продолжается. В какое-то время, когда Дон Рыгу сравняется по рабочим, у него должен быть плюс по инкому. Кстати, он довольно хорошо разменялся. У него сильно больше лингов сейчас. Но пробегать куда-то, наверное, смысла нет. Су будет ставить стенку. На Дон Рыгу пока строят рабов, но красный зерк так прилично впереди. Ой-ой-ой. Зерлинги на халде. Это специфический план. Прямо скажем. Да, Су ставит Роуч Ворон. Он пока будет играть с двух бас, видимо. Вообще, Су, кстати, один из тех зергов, которые в целом склонны играть Роучи с двух бас. В свое время, когда я еще при первом заходе, ну, как мы это называем, в Мастер Лигу, по факту, как получится. Ну, короче, когда с баса там рубрику проводили, еще тогда я брал билд именно из реплея Су. Там вообще, по-моему, был даже 17-й пул, такой типа супернадежный вариант. И тоже в две базы, в стенку, в Роучи плюс один. Он там чуть по-другому стратегически игрался, чем в версии Джинниеса. Ну, наверное, у профессионалов свои причуды. Но в целом Су, видимо, заходит в такой стиль, особенно когда он, может, считает себя до какой-то степени фаворитом. Говаривали перед началом сезона, что вроде как Су и Роуга там на ладдере обыгрывает. Ну, как, видимо, такого общепризнанного топ-1 зерга. Поэтому, типа, УСУ должно быть нормальное. За в зону делать грейд на Амир, кстати. Он планирует, видимо, играть Роучи лингами. Здесь 37 лингов. Роучи никаких нет, но 37 это, я вам скажу, это минус третья хата точно. Тут же нету Бейли на Несту. Уничтожено. Ее съели, ее не успели отменить, да? Суврид не успел отменить, хоть через, судя по анимации. И это проблема. Тут, понятно, появляются Роучи. Почему Грейд Нармор все-таки? Но, с другой стороны, он же не знал, что там будут масс линги. Если бы он знал, то, конечно, Грейд на атаку был бы приоритетным, потому что убивали бы Роучи лингов с двух ударов, а не с трех. Так, ну, там будет армор когда-то. Вроде бы одного армора недостаточно все равно, чтобы это компенсировать, насколько я помню. Ну, сквозь стенку ломиться смысла нет, наверное. Игра идет три базы в две. По идее, все, что нужно сейчас делать Дон Рейгу, это делать своих Роучи и лингов, и все. Хотя номинально у него меньше рабочих, видимо, он должен где-то успеть дозаказать рабочих. Но, как видите, он в инками уступает не сильно, в газовом, кстати, уступает порядком. Интересно, что при этом он сделал именно Реведжеров. Видимо, логика в том, чтобы сбить оверлордов. Я не вижу. А, ну или он рассчитывает, что он будет как-то окружать Роучи и закидывать байлами. Я бы сказал визуально, что Роучи многовато для этого. По-моему, это не сработает. Давайте посмотрим. Так против адептов играет ЗВЗ, я чуть-чуть не скажу, что особо видел. Чтобы так делали. Тем временем Дон Рейгу только сейчас делает леер. Усу уже скоро с Роучи доделывается. Перекапывается плетка, чтобы лучше защищать стенку, но при этом... Ну, хотя какой-то сплэш Бэйнов-то нету. Я, кстати, не удивлюсь, если Дон Рейгу сейчас ткнет шпиль. Он делает грейд на дистанционную атаку, но не скажу, что даже это как-то является гарантией. Ну, окей, он потратил газ. Без газа шпиль, к сожалению, не дают. Договориться не получится. Если бы, знаете, была такая дипломатическая версия Старкрафта, назовем это так. Где вы приходите такие к, ну, этой женщине, которая говорит вам, что недостаточно. И она говорит вам, типа... Ну, вот это и говорит про газ. А вы, ну... Бабмань, ну давай договоримся. А вот у меня тут минеральчики там. Ну, хочешь лингов, подгоню пачку. К сожалению, видимо, в западном мире так не принято, не знаю. Хотя тоже говорят, что запад западу рознь. Ну, короче, приходится все по-честному делать. А не так, это как мы привыкли, когда ограничение 60, ну, едем 80. Или едешь по шоссе и... Ну, какого хрена там, где разрешено 80, а они тащатся 120? Ну, ё-моё! Можно перестать замедлять движение? Пробиты камни над золотом для того, чтобы вне позиции внезапно не оказываться. Там опасная вот эта вот платформа. Если ее займет оппонент над твоей базой, ее потом очень тяжело выбивать всегда. Огромное забегание лингов. А вот сейчас мы как раз посмотрим, как может сработать план Дон Рейгу. Ну, ладно, может быть, он в идеале хотел чуть раньше, но Су уж очень поздно выходил на третью базу. То есть были ли полезными линги? Вы знаете, наверное, линги на себя отвлекли часть выстрелов красных роучей. Это да. Но у меня все равно есть ощущение, что в сухом остатке порешал просто лимит. И то, что золотая база. Я не уверен все равно насчет того, что эти линги были полезными. Но, может быть, моя оценка не точная. Одно из тех ЗВЗ, где, ну, без демаги на комментаторе сложно разобраться, кто прав, кто виноват. Примем просто за факт, что довольно необычная стратегия Дон Рейгу с гигантским количеством зерлингов таки оправдалась. Он не доделывал кучу дронов именно потому, что у него была база на золоте. И в итоге вот провел такую тайминговую атаку, которая сработала. Мне казалось, что не должна была. Но по факту Дон Рейгу оказался прав, и счет становится 1-0 в его пользу. Второй сет в левом верхнем углу в роли синего зерка появляется Дон Рейгу. В правом нижнем углу в роли красного появляется Су. Ну что, в этот раз 16-я хата тут и там. Карта Космик Сапфир, да, вот. Странно, Космик запомнил, а Сапфир нет. Что ж. Мало играл в Диабло и Мортал. Сколько нужно, чтобы прошло времени, чтобы перестать вспоминать Диабло и Мортал. На самом деле я даже не знаю, есть ли там Сапфиры. Я помню, что в других частях они были. Они были, кажется, зелеными и увеличивали, кажется, ловкость. Но это не точно. Интересно посмотреть, как здесь ЗВЗ будет играться. Учитывая, что мы видели здесь другой матчап и он был такой очень медленный и размеренный. Оверлорды пока летят одинаково. У Су как раз была тоже интересная идея в ЗВЗ, что есть смысл посылать второго оверлорда так же, как первого именно на Натурал. А первого отводить от Натурала в сторону третьей базы. Это, скорее всего, немножко обманывает оппонента в плане траектории второго оверлорда, с которой ты можешь не так пересечься. И в итоге там подумать, что овера нет, значит, это пул. Ну, знаете, такие темы. Но это все, конечно, работает на профессиональном уровне в основном. На любительском. Там вообще чел может думать, что он играет другой матчап. Так что... Про сложенные майндгеймсы говорить не приходится. Поставлен Бейлинг Нест и у того и у другого. В этот раз игра стандартная через третью хату. Она в идеальном, ну, в идеально надежном сценарии подразумевает, что будет Бейлинг Нест. Иначе ты третью не защитишь в случае, если один из зергов будет клепать лингов. В данном случае Дон Рейгу начал это достойное начинание первым. Но Су уже видит, что к ним бегут линги, следовательно, он отвечает своим заказам лингов. Дон Рейгу немножко опережает по таймингам этой атаки. У него рейндж появятся Бейны, но зато Су подвел сюда Королев, чтобы этих Бейнов фокусить. Такое микроспецифическое. Что-то Королев не отдать, и как-то лингами правильно подраться, и под Бейнов не попасть. А Бейн что-то в минеральную линию пополз. В общем, я сам это все не умею делать, поэтому так никогда не играю. Но корейцы стараются не исходить из того, что я это делать не умею, потому что... Потому что, ну, тогда ты все время будешь играть неоптимально, и вряд ли будешь выигрывать. Так что им приходится через силы учиться. Ну и не факт, что Дон Рейгу или Су считают, что они не умеют. Наверное, как раз опыт большой, и в целом как бы должно все работать. Но пока Су потерял немного дронов. Лингов потерял тоже. Пошел было в контратаку, но увидел, что соперник к нему бежит, решил в итоге вернуться. Ну а Дон Рейгу там просто успешно доел красных дронов, в которых Бейн взорвался. Неаккуратный эпизод с микроконтролем. Ну, видимо, там вот этот дым, который Вижен закрывает, помешал. Ну, тут, кажется, Бейна все-таки докусают. Но есть еще три. Бейн не решается взорваться друг в друга. Ну, вроде бы Дон Рейгу добился всего, чего хотел, но у соперника еще один Бейлинг остался. И пропушить не удается. Тем временем у Дон Рейгу доделывается эволюшн. А тоже, конечно, тут сам микроконтроль очень сложный, а ведь параллельно надо еще Биллдордер играть. Ну, если ты не улынишь с одной базой, конечно. Даже там надо дозаказываться инъекции делать. Хотя нет, погодите, с одной базой у тебя, может, и королева не будет. Ну ладно. Бейн вкатился двумя Бейнами на пять дронов. Синий зерк, тут окружается королева. Это Дон Рейгу пока. Я бы сказал, что в целом впереди какую-то инициативу захватил, да? Так и находится в преимущество Супы Иксу. В рифме получилось. Взорвал сейчас Бейна. А Дон Рейгу взял и отпрыгнул в последний момент. В матрицу, так сказать, сыграл. У меня ребенок спрашивал, кстати, года полтора назад. А почему вот когда так уворачиваешься, говорят, что матрица? Я думаю, да, вот и выросло поколение. Возможно, не знаю, с точки зрения современного мира не столь актуальный фильм. А если по-другому посмотреть, то вроде очень актуально. Непонятно. Но фильмы, правда, на ютубе-то не показывают. В тиктоке тоже. Так что, возможно, они часто вообще мимо молодежи проходят. Совсем небольшая тут контратака от Су. Дон Рейгу так будто бы для галочки отступает. Вроде опять 10 дронов нахарасил, а по рабочим 41 на 41. Вот такой вот парадокс обороняющейся стороны. Дон Рейгу вообще не намерены, я смотрю. Стратегия под кодовым названием OppoFell. 41 дронов достаточно для комфортной макроигры. Роучи здесь, по идее, нужны были, чтобы бэйнов убить. Они занимаются какой-то чухней, по-моему. Но ничего, тут есть еще роучи, есть еще бэйнинги. Они уже обы в кого взрываются, лишь бы сплэш. Но, по-моему, это оказалось в итоге не самый эффективный оказался подход. Эверлорда потерял Дон Рейгу, но другие Эверлорды, правда, вперед не летят. Тут он красавчик. Попытка добить Хату не увенчалась успехом, потому что есть трансфьюзы. Здесь очень хочется, конечно, бронзовых бэйнов в уголке завернуть, но... Су проконтролил и этот момент. Плеер у Дон Рейгу готов. Я прямо сейчас мог бы опять повторить, что... Я не удивлюсь, если Дон Рейгу поставит шпиль. Дон Рейгу шпиль опять не ставит, заказывает скорость роучем. Пока, по крайней мере. А тут еще такой трабл, что его довольно долго ждать, если соперник сам будет играть в пуш, видите, шесть оверов заказывает. Это не только для рабочих. То вот есть теоретические шансы не отбиться, играя сразу в муту, поэтому часто ты как бы сначала добиваешься баланса на земле, а потом получаешь муталисков, чтобы выиграть сражение роучей на роуче. Но пока это все только так. Пальцем в небо, потому что никто из зергов у нас, муталиск, все дней не играл. Так, я вроде бы видел там второй грейд на атаку. Видимо, второй эволюшен сделал Су. Впереди он на целых 11 рабочих. Успешно отбивается, в общем. Так, мы цыплят посчитали по осени. Да, вот второй грейд на атаку в производстве, но он еще не скоро доедет. По боевому лимиту плюс 20, сейчас в пользу синего зерка. Я, честно говоря, не думаю, что реведжеры компенсируют это, особенно когда можно вот так окружить. Я думаю, каждый зерг ненавидит вот этот момент в ЗВЗ, когда казалось бы, ну вы все одинаково делаете, но вот он просто на каком-то рандомном тайминге пришел к тебе чуть-чуть раньше, и ты такой, ну, ну вы мне табличку производства дайте, я тогда угадывать буду, а так, типа, ну... Ну, поэтому зачастую ты просто становишься зергом, который приходит раньше и забываешь об этой проблеме. ЗВЗ такой матча, да. Что ж, Дон Рейгу берет этот матч со счетом 2-0, таки Су у нас становится парнем, который в первый день унесет домой в Подоле 0-2. Ну, Дон Рейгу вроде так умеренный результат, счет 1-1. Пришел товарищу объяснить, где тот был неправ. Больше в этом групповом этапе встречаться не придется, это значит, что и раньше финалы друг с другом они вряд ли сыграют, так что... Может быть, там возможно пересечение, если займут второе-третье места, типа в этом раунде плей-офф первым, но это все потом. Рано об этом думать. Результаты сегодняшнего игрового дня на наших экранах. Лидером, стало быть, становятся Мару со своими 2-0 по матчам. Ну, а все остальные 1-1 и УСУ 0-2 на данный момент. Следующий игровой день GSL будет у нас завтра, а не в четверг и не в пятницу, потому что в пятницу, субботу, воскресенье Дримхак Валенсии. Многие корейские игроки улетят, собственно, в Валенсию. Многие комментаторы уже в Твиттере пишут, что там с перелетами задница какая-то, но это не наша с вами проблема. Я, скорее всего, Дримхак комментировать-то не буду, а вот GSL завтра буду. Так что тоже вечером в 8 часов по Москве, во вторник, мы с вами встретимся и будем смотреть группу B, список матчей слева на ваших экранах. Ну, а сегодняшний игровой день подошел к концу. Спасибо всем, кто смотрел, комментировал Каби. До новых встреч в эфире. Пока.